Меня зовут Сиденко Андрей, ведущий контент-аналитик лаборатория Касперского. В отделе мы занимаемся вопросами, связанными с интернет-безопасностью. В основном в тех случаях, когда это касается детей или подростков, но зачастую там обращаются и родители детей, но зачастую обращаются и взрослые, потому что есть вопросы, которые так или иначе тоже являются актуальными, потому что речь идет в первую очередь о безопасности. Мы поговорим немножко о продукте SafeKids. Это не совсем, это не антивирус, это не продукт антивируса, но он так или иначе направлен на работу с мобильными устройствами. И в принципе мы и поговорим сегодня, как настроить мобильные устройства так, чтобы в последствии, ну точнее сделать ряд шагов, чтобы в последствии не было таких серьезных проблем обезопасить себя на таком первоначальном этапе, на первоначальном уровне. Значит, смотрите, сегодня мобильный телефон есть практически у каждого. то есть редко сейчас, я даже смотрю сейчас в зале, особенно когда еще не начался доклад, что как минимум 95% вы сидели, смотрели что-то в телефоне, а многие сейчас продолжают это делать. То есть, нет, без огни, пожалуйста, я понимаю, может, что-то очень важное, что-то там есть. Смотрите, по нашим исследованиям есть несколько цифр. То есть мы знаем о том, что 66% родителей покупают своим детям гаджеты, причем порядка, то есть это все зависит от возраста, конечно, да, то есть по-разному все бывает. Примерно эта цифра в начальной школе составляет, ну вот как раз уже около 60-70%. То есть у 70% детей есть свой либо мобильный телефон, либо планшет, либо какое-то устройство, которое может выходить в интернет. Чем старше ребенок, тем этот процент увеличивается. И к старшей школе он достигает уже порядка 97-98%. И, соответственно, 70% детей, да и, наверное, людей вообще не видят, не представляют свою жизнь без мобильного телефона, без устройства. Это данный опрос, который проводил лаборатория Касперского весной этого года. То есть мы до сих пор, ну, пока считаются это самые актуальные данные. Хотя, не знаю, я, например, иногда встречаю аудиторию, в которой, мне кажется, 100% пользуются телефонами прямо в этот же момент, вот прямо вот сейчас. То есть если попросить что-то сделать, это будет вообще хорошо. Что касается настройки. Вот смотрите, вот с этого нужно начинать. Представьте, что у вас вообще, у вас новый телефон или там новое какое-то устройство, новый гаджет. Есть несколько путей, по которым вы делаете. Ну, то есть, как вы поступаете? Условно положительный, там вот, зеленым цветом выделил. Желтым цветом это такой, думаю, скажем, нейтральный. Нейтральный и красный цвет, как делать нельзя. То есть самый простой, самый с этой точки зрения удачный пример, например, когда родитель настраивает телефон ребенку, то есть вы его либо настраиваете вместе, это касается, мы сегодня поговорим, и про Touch ID, и Face ID, и прочие пароли, и аккаунты, и разные еще вещи. Если ребенок маленький, то родитель настраивает место него, то есть за него выучую часть функции выполняет. И, ну, опять же, повторюсь, что практически всегда родители забывают о том, что есть такая функция, как семейный доступ. Скажите, вот так, хорошо, в этой аудитории есть родители? Все родители? Ну, наверное, нет, у них дети. Смотрите, у вас, у детей есть мобильные телефоны или какие-то устройства, которые они пользуются? Поднимите руку, у кого есть, ну, у детей. Хорошо, вы что-то знаете о семейном доступе? То есть о настройках аккаунта, при котором вы используете совместные настройки в какие-то, в какие-то определенные... На какое просмотрение системы? Для всех. Вообще не важно. Даже в Windows Phone, который уже практически никто не использует, там тоже такое есть. И для Android, и для iOS. Никто это даже не слышал об этом? Нет, мне просто было интересно, с кем он... Ну, то есть насколько глубоко он может погружаться. Я слышал. Хорошо, мы сегодня об этом поговорим. Значит, сейчас просто поговорю про слайд и перейдем к семейному доступу. Значит, не очень хорошо, когда ребенок настраивают без вашего участия, но тут опять же все зависит от того, сколько ребенок лет. То есть если ребенку уже там 17 и больше, то мне кажется, это вполне так нормально. Можно ему доверить эту историю. Но когда там 5-6 лет или там 7-8 лет, то надо, конечно, поучаствовать, потому что многие вещи еще даже не... ну, ему непонятно. И вот, опять же, семейный доступ не настроен. Вы же как-то пользуетесь, ничего тоже хорошо, все проходит. И совсем плохая история тогда, когда вам настраивает телефон кто-то другой. Наверняка видели в салонах связи, когда там есть такая чуть ли не услуга. Покупайте телефон, он вам говорит, мы сейчас вам все настроим. То есть вот сейчас вот прям все будет. Это самый негативный сценарий, при котором даже на уровне базовых настроек телефона, начиная от аккаунта, заканчивая какими-то биометрическими данными и серия отпечаток пальца или Face ID, получает к ним доступ другой человек. То есть вот когда, например, происходит... Ну, вот лучше найти человека, которому вы доверяете, и сделать это, проделать это вместе с ним. Несмотря на то, что, конечно, есть определенная культура, этика, поведение, но, тем не менее, доверять кому-то настройку совершенно чужому человеку не нужно вообще никогда. Потому что все аккаунты, которые вас привязываются потом к аккаунтам социальных сетей, там, кредитной карте, они все могут потом гулять по интернету еще очень-очень долго. Смотрите, вот про семейный доступ. Не то, чтобы знал о том, что надо мне бы рассказать, это просто не такая презентация, в которой как раз настройки... Вот речь идет о настройках непосредственно мобильного устройства. Это пример из iOS, просто потому что это прямо взято с сайта. То есть то, к чему можно настроить семейный доступ. Семейный доступ можно настроить к папкам, ну, к общим папкам. Можно настроить доступ в библиотеке iTunes, то есть к фильмам, к музыке, которую вы скачиваете. Кстати, я по себе знаю, что вот семейный доступ это на 5 человек, на 5 человек в семье. И, ну, например, Apple Music, он намного дешевле, чем даже индивидуальная подписка выходит. Там, типа, вообще, включают карьеры. Вот. Вот здесь пример со страницы про Android. Операционную систему. Это все можно найти. То есть вот прям вот... Видели, да, такое что-то? Да, да, да. То есть причем Android, он, мне кажется, более такой... Ну, с точки зрения функционала имеет более расширенные настройки, потому что там есть и автоматически встраивается и геопозиционирование, и там контроль заряда батареи, и там прочие такие вещи, которые на самом деле тоже нужны. Вот. Что касается настройки геопозиционирования, на самом деле, вот, смотрите, это очень важный момент, о котором, ну, о котором мне тоже не хотелось поговорить и рассказать вам о нем. И воспринимайте это так, как будто за вами кто-то следит. В случае, когда вы теряете телефон, а дети теряют телефон, но просто... Да, находили такой телефон. Мы ходили, вот, видите, даже случай был, когда находили вчера... Я вчера был в магазине, и мальчик, ну, маленький мальчик, ну, там, Давид, ну, лет семь или восемь, он потерял телефон, и он говорит, что он где-то здесь, вот, в магазине. Все давали... Ну, это не очень большой магазин, все давали искать, пытаются что-то найти, не могут найти. То есть, и, ну, то есть, была бы функция геопозиционирования, может быть, хотя бы точно определить здесь, он вообще или нет. А еще беда в том, что больших не помню, в этом магазине он потерял или где-то еще. То есть, вот, он просто был в таком... Пока я его повел к маме, чтобы как-то с ним беседовать, ну, когда я до мамы отрел, я потом... Все, не стал в дачу. Ладно, неважно. Значит, вон, далее, когда вы настраиваете вот такой функционал, вы всегда знаете, где ребенок. Ну, то есть, где находится ваш ребенок. Кому-то это может не понравиться, особенно если это уже речь идет о более старшем возрасте. Но когда мы говорим о работе с, ну, допустим, с детьми младшего возраста, первой класса, ну, начальной школы, когда вы в любой момент можете узнать, где находится ребенок. Ну, согласитесь, это так или иначе как-то, не знаю, спокойнее, что это там. Ну, потому что вы просто представляете, где находится, вот если ребенок с нами на телефон, например, если его дорога занимает там школы до дома, ну, в лучшем случае, там, 10 минут, да, и вы понимаете, что, ага, вот уже прошло 25 минут, так, а вот вообще, или полчаса, он уже должен быть дома. Вы в любой момент можете открыть, посмотреть, где он находится. Если он в школе, ну, то есть, вы понимаете территориально, где он находится, ну, все в порядке, можете, там, даже, ну, можно даже не звонить лишний раз, там еще что-то делать. Вот что мне вам отдельно хотелось сказать про настройки пин-кода и, там, вот, touch, id, face, id, пин-код, это неважно, какой способ защиты вы используете. Первичный, самый простой, это настройки пин-кода. Поднимите руку, не то, у кого стоит такая защита, а у кого не стоит такая защита. То есть, вы открываете телефон, и там нет ничего, потому что это, нет, вообще ничего не стоит, просто... А, ну, стоит такая. Графически это тоже, это тоже считается защитным. Один человек, два, два человека. Маш, еще. Смотрите, вот те, кто использует, вы делаете все правильно. Объясню, почему. Летом была история с одним, ну, так скажем, ладно, была история с моим знакомым. У него, так, ладно, слово попробуем, увели аккаунт, украли аккаунт, доступ к аккаунту. Не сам телефон, а логин и пароль к учетной записи iTunes. Причем это сделали на двух телефонах, на которых был одинаковый запись. Вот тот телефон, который был защищен пин-кодом, ну, у него это был touch1, ну, не важно, вот те данные, которые были на нем, не смогли скачать. И не смогли себе вытащить никак. А вот тот, по которому не было его, то есть никак не проверяют, вот оттуда часть данных, до того, как он успел менять пароль, успели, ну, украшать, что ли, если так можно это назвать. Там ничего важного не было, но тем не менее, он теперь всем советует, вообще ставьте пароли везде, вы только можете. Смотрите, надо вообще приснять, что это за технология. Нет, нет. Да, ну, особенно те, кто в курсе, куда сидят, вы все понимаете. Единственное, что, вот с Face ID, конечно, я сейчас не в рамках какой-то там рекламной кампании или вообще чего-то, просто быть аккуратно, они все распознают одинаково хорошо. То есть есть устройство Face ID, например, ну, там, не буду говорить ни названия, ни марта, но они иногда путают. То есть можно там сделать, ну, не шпионские игры, да, там, сканер лица, там, 3D-печать, и какой слепот лица показать, не все так откроют. Но иногда бывает, что путают и открывают даже, там, и в очках, и без очков, и, в общем, иногда по-разному снимают. Вот. Значит, когда вы делаете, мы сейчас говорим про настройки телефона, когда вы настраиваете вместе с своим ребенком, то есть когда вы делаете это, или, например, там, ваш ребенок настраивает, обязательно укажите, какие функции доступны вам по отпечатку пальцев. То есть они должны быть определенно, ну, не все, потому что какие-то речи можно там делать, это блокировка iPhone, а какие-то вот уже, например, доступ к iTunes или там Apple Pay, лучше не делать, ну, не ставить изначально, потому что по отпечатку пальца будет списываться с карты, которая привязана к iTunes, ну, автоматически просто. Это можно просто закрыть и избежать, но в случае покупок, вот смотрите, здесь речь идет о семейном доступе. Что-то купить можно попросить, то есть вас ребенок может попросить что-то купить, то есть спрашивает разрешение вас, можно ли там купить фильм, или там что-то еще. Это скриншот просто, как это происходит, все, то есть если есть, например, какое-то приложение, которое там нужно скачать, и нужно до этого заводить даже, сейчас даже не нужно заводить отдельную карту, хотя, ну, например, там какой-нибудь представитель, не знаю, банковской сферы сказал, у нас есть там для вас решение какой-нибудь специальные, специальные карты, которые можно привязать и расплачиваться только в интернете. Не нужно вообще это, то есть это как бы лишняя операция, возможно, да, она как бы спасательна, в этом случае речь о другом, то есть речь о том, что можно просто, ну, как бы карточка одна и не привязывать его детским телефонам. Это вот из серии вопросов, которые возникли прямо сейчас. Давайте. Это опусти с ней на кусту? Да, мы сейчас о ней идем. То есть она, через нее можно, ну, можно делать такие вот, такие запросы. Если я правильно помню, мне просто было проще показать нам iOS, то же самое есть и в Android, но если я правильно помню, там речь о пяти устройствах. Ну, да, да, там все это как бы связано. Речь о пяти устройствах, то есть подразумевает, что больше пяти, это уже, это большая сибирь, конечно, но, наверное, с этого момента нужно заводить еще один аккаунт, который будет, контролировать другие. Ну, это все очень индивидуально, я понимаю, но вот есть определенная политика. Значит, мы проанализировали, какие приложения ставят дети в первую очередь. Я, в принципе, мог не показывать сначала этот слайд, а просто спросить вас. Но я думаю, что вы и так тоже понимаете, что в первую очередь речь идет о социальных сетях. То есть это, скорее, это топ вообще, там топ-10 того, что ставят дети, вообще это любой, в принципе, человек, потому что общение сейчас интернет используется в основном для общения. Сейчас я вам еще чуть-чуть попозже покажу статистику. У нас есть несколько, это вот то, что было про угрозы, какие-то всякие страсти и плохие моменты, но это не в том же нужно сказать и нужно знать. Вот через социальные сети у нас есть такая статистика, что 40% детей уже имеют аккаунт в социальных сетях в начальной школе. То есть дети младшего возраста уже имеют аккаунт в социальных сетях. Я знаю совершенно, конечно, такие из ряда выходящие примеры, не знаю, почему всегда попадаются в пример, мои знакомые, но это действительно мои знакомые, они завели аккаунт тогда, когда у них вот перебился RedWise. И они прям чуть ли не через неделю завели аккаунт в Инстаграме. Назвали ее как-то там, заблокировали от всех, они знают про безопасность, но когда я спросил, зачем мы это сделали, то есть что потом? Говорят, ну вот мы будем фотографировать какие-то хорошие фотографии, размещать там сеть, а потом там, когда будет ей лет 7, на условии, вот когда ей будет лет 7, то есть она уже получит такой сформированный аккаунт, который существует уже 7 лет. Ну как-то это, в общем-то, по их мнению, как-то котируется. Но на самом деле возможно что-то такое подобное, какие-то слова, ну нет, вообще тут ничего нет, даже не, то есть даже найти ничего нельзя, потому что, смотрите, Инстаграма 6 лет назад о нем вообще никто не знал. То есть, ну вот просто представьте масштаб, да, пожалуйста. Прошло, честно, но интернет это не общение. Сейчас я покажу статистику. Сейчас, сейчас продолжу здесь я помню. Я хочу сказать, что это не настоящие общения, не другое, когда обман, иллюзия. иллюзии живого общения. Ну да, все против. Ну, в принципе, я с вами согласен, потому что иногда мы вообще можем переписываться с блоком и думать, что это тест Тьюринга тоже. Я думаю, мы все обращаемся с этим обманом. Согласен. Не, я ничего как бы не тут не говорю о том, что я просто, речь идет о том, что это есть. Ну то есть, у вас есть в мобиле телефон, сколько на нем приложений, через которые можно общаться? На скидку. Может, опять посчитать. Все, пока вы считаете, я продолжу. Вот среди старшеклассников этот процент, ну, достигает 97, опять же, этот пенс. Даже мессенджеров никаких. Ну ладно, хорошо. Потом. Все, я понял. Значит, среди старшеклассников, если речь идет про социальные сети, напомню, что ладно, хорошо, не общение. Можно просто постить картинки или, например, там какой-нибудь снэкчатер, что-то делать, размещать, и никак не реагировать на все остальное. Значит, смотрите, какие есть опасности. Ну, мне кажется, это тоже нужно об этом знать и детям, и взрослым, вообще. 70% школьников, это учащиеся от 7 до 18 лет, получают приглашение дружить от незнакомых их людей. Это сейчас как бы общая картинка. Хорошо, поднимите руку в ЗАИ, кто получал приглашение от незнакомых вам людей. То есть, неважно, как взрослый, ну вот вообще все. Тут 70%. Значит, 18% школьников ответили на вопрос, что получают приглашение дружить от незнакомых взрослых людей. То есть, они их не знают вообще, то есть, не пересекаются, у них нет вообще знакомых, но они получают приглашал пытаются добавить друзья значит и каждый 10 школьник имел опыт встречи с таким человеком то есть только они познакомились в интернете каждый 10 школьник имел опыт встречи с человеком нет 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 то есть просто с кем он познакомился в социальных сетях тут может быть и положительные статистики то есть они просто познакомились сети кто-то не знаю там два человек то есть положительные сценарии но так делает каждый десяток по крайней мере по статистике которые мы проводили сейчас есть значит и вот здесь тоже немаловажный момент я думаю что вы до этого дошли в последний момент примерно 21 процент школьников имеют друзей или одноклассников которые смотрят или постят жесткий контент то есть это либо в основном это видео либо картинки либо видео жесткий я имею ввиду ненормативно связано с насилием и но с такими вещами которые совсем совсем не формат жестокий да но он по смысл понимаете ну вообще как она как бы имеет много направлений поэтому что касается смотрите активность детей в интернете это вот про про общение немножко вот съехали слова доставки конвертировали мальчики в основном играют девочки для них важно общение учеба только на пятом месте больше всего играют в игры то есть интернет нужен ну то есть по мнению опрошенных они используют интернет для игр на втором месте это вот эти красники в этой девочки синий ну зелененький вообще это просто отражение какой или я по таким углом смотрю общаются с друзьями ну то есть вот так я думаю что здесь просто при конвертации слайдов она вот нет вот сверху это как раз можно всегда мальчик 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 да 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 реконвертация по всей видимости цвета измениться потому что возможных не было ну я просто значит сверху это мальчик да поэтому он все вместе да здесь здесь как бы даже но смотрите видео но это имеется ввиду короткие видео то что ты скорее всего до минуты видео с котиками на панды падающий примерно пополам это смотрит уже что-то созданного сериала либо музыку или фильмы какие то есть вот этот контент который более-менее что то можно что в голове после этого ставит а к учебе только на этом месте когда в основном помните историка по крайней мере дети прострали ты купить компьютер там или планшет или для чего учиться домашнее задание делать но на самом деле только 5 место то есть все все равно будет немножко другом потому что потому что мне еще не нравится эти классные истории компьютерных магазинов которые перед первым сентября продают компьютер для игры то есть по характеристикам игровой компьютер а пишут к первому сентябре а вот забирать что девочка для учебы да то есть это не то что по характеристикам игровой даже в баннере часть игры там куда-то кто-то бежит по какие-то звездные войны и прочее снизу вот я еще какой-то 1080 1060 то есть что вы понимали там одна видеокарта почти видуществует я не знаю как думать таки расцепить да это очень дорогое дорогое удовольствие то есть понимаете вот на самом деле только на пятом месте и вот самый редкий но в силу наверх возраста что они что-то дети что-то покупают но практически нет потому что как правило ну то есть либо не привязана карта либо то есть нет потребности потому что все что можно смотреть какая может быть история негативные принципе хотелось бы рассказать и всем и взрослый детской аудитории хорошо чтобы здесь вообще все есть не очень такая хорошая история она не на слайде не будет в основном это происходит в основном такие покупки происходят как бы это не потом звучало что я случайно там что-то сделал снова происходит при намерен и так или иначе основной контент который вообще на чтобы утратить деньги я бы подумал о том что ну наверно купили какую-то электронную книжку там или какое-то пособие пособие на самом деле это внутриигровой контент это то что мы называем там что можно купить внутри игры например открывается следующий уровень либо через 32 часа либо сейчас но за это нужно заплатить там 100 рублей ну например условно говоря или это какие-то там виртуальные доспечи щиты мечи которых там вот или танки опять же вообще да вот и происходит следующее когда вот и происходит следующее да хорошо ну там 100 рублей можно там ребенок порадуется но потом происходит следующее карта либо может быть привязана либо эти данные которые можно скинуть по подсапу остаются ребенка и соответственно может происходить такие вещи что покупаются как бы не один раз продолжаю продолжать покупки либо по договоренности если посмотреть этот масштаб в месяц это достаточно большая сумма выходит даже на какой-то там завидный контент пematsized вообще просто игра irgendwie ничего больше а вопросы кибер буллинга знаете что это такое xonenS унижают или говорят о том что ты не очень хорошо поешь например ты вот на сцене наступал ты знаешь ты не очень хорошо поешь и причем это делается массово и не в онлайн ой не в реальной жизни все происходит онлайн вот у нас есть по нашим данным здесь мнение слева мнение родителей справа мнение детей то есть родители и дети отвечают на одни и те же вопросы когда мы спросили родителей был ли ребенок жертвой такого кибер травля два процента пока ответили что да был а 6 процентов уже больше где ответили уже несколько другие цифры на вопрос сталкивался то есть родители слышали о том что друг или подруга в классе эти просто близкие люди сталкивались ответить 4 процента это родители а дети уже сказали что почти 10 процентов вот 9 процентов ответили что кто-то из близкого окружения сталкивался 8 процентов по школе слышали о том что в школе что-то такое было а дети сказали что вот 15-16 процентов потому что такое происходило в школе то есть смотрите мнение родителей и мнение детей оно немножко не такое потому что они отвечали друг от друга отдельно то есть не в одном там вообще облайн вот ну 0 процентов родители считают что сам ребенок участков таких вот в этой травле из детей никто ну везде один процент ответил что кто-то кто-то участвовал вот поэтому это достаточно ваш вопрос а угроз с которым сталкиваются дети вот смотрите по мнению родителей самые распространенные самые распространенные ответы это чрезмерно обвлечение онлайн микро то есть родители считают что это самое вообще хуже не придумаешь как вы думаете а что ответили дети что я что наоборот наоборот это же ну пожалуйста вот знаете синдрозы с которым сталкиваются но это все материал для взрослых пароль в социальных сетях или про игры они понятно не думают потому что если все сойдется но это же просто вопрос взрослый часто думает о том что самая большая угроза это игры и и тот эффект который могут они принести но на самом деле дети сталкиваются больше с материалами для взрослых это по их мнению приносит более негативный эффект я имею ввиду не вообще я имею ввиду весь контент для взрослых который если вы посмотрите по росту надзоров 17 плюс и тогда пожалуйста у меня другая проблема не играет социальных сетях они не отзываются что они делают со всеми надо социальные сетях да да я тоже хотела бы показаться вы только что сказали что вообще нет ну ладно так да есть у вас статистика вот то что Роскомнадзор принял закон чтобы вы вешали контент это как-то на ситуацию вот это вот смотрите у нас у нас статистика Роскомнадзор своя статистика у нас своя статистика может у вас есть информация в основном вот в этом контенте если хотите это правда в этой презентации нет мы проводили по там есть такой отдельный опрос обращали внимание родители и дети на вообще такие значки то есть это просто сюда здесь но я имею в виду вообще все значки там еженецкой версии по европейской версии по американской версии по российской версии их много поэтому вот игре например на поистейшем патрульскому надзору какое-то отношение есть Пусть они находят или уюту все равно не закрывают доступ если вы хотите чтобы я слухать сказал Дети сами не хотят и навязчиво они встречаются смотря на интернет нет речь идет как раз об этом то есть они не ищут этот контент они встречают его не там где хотели быстрее ну то есть да скачать интернет и тут так столько баннеров там вообще сразу там казино там пожалуйста ну то есть серьезно это есть у нас есть решение просто ну я понимаю что сейчас будет это не то что как бы формате рекламы да но я просто я знаю продукты ну как представитель лаборатории Касперска я об этом продукте знаю ну хорошо хорошо его знаю поэтому сейчас даже в силу времени я вам постараюсь ну рассказать не то что быстро а рассказать ну тезисно о том что что предлагает Safe Kids это вот как раз в том продукте которым ну которым мы занимаемся ну во-первых это защита от какие-то слайды я буду быстро пропускать потому что ну то есть здесь очевидные вещи то есть это защита от контента от разных веб-сайтов есть там категоризации специальные и прочее вопрос на каких платформах это работает на всех то есть на всех платформах на всех вот на машине на телефоне на мобильное приложение операционные системы десктопные на серверах нет потому что ну вы понимаете настроить на него это вот в данном случае нет там есть другие решения которые если вы хотите прям сразу чтобы вообще весь трафик шел фильтроваться я думаю что по DNS по настройке DNS но я технический специалист положитель я сейчас уже лезу и обняюсь что я сейчас совсем не в свою углу по решениям есть операционные системы которые немножко другим занимаются но решение Safe Kids для сервера я просто сейчас никогда подъеду я оставлю вам свои контакты и узнаю у наших технических специалистов как получать если у вас прям вот такой потому что ребенок бывает не дома и выходит его в интернет не дома ну просто ну ладно понятно нет да хорошо значит есть регулировка времени вы сейчас сразу скажете ага там последний процесс проявляционных систем это и так есть да и так есть я не спорю про это вот слайд пропускать значит есть такая же штука о том о чем мы говорили до этого это про геотрекинг про геопозицию единственный момент что здесь чем отличаются трекинги ну через имейный доступ через функции найти айфон найти друзей это цепи есть такая история что ну такая функция что вы выбираете безопасный периметр периметр то есть если ребенок по каким-то причинам покидает это безопасный периметр может поставить поставить периметр всего города района школы там чего угодно то у вас сразу срабатывает оповещение о том что вот покинул опять же хорошо что если это происходит в каком-то не то что положительном ключе да а в том что он просто пошел с друзьями погулять и там забыл предупредить я к тому что бывают очень разные случаи в том числе и негативные так лучше конечно об этом знаем контроль за батареей да а периметром только кругом задается у вас там до этого да радиусом нет просто это есть вопросы вот этой регуляции потому что очень сложно сделать что тогда вы понимаете наш шаг это только круг да ну то есть окружность вообще а можно запретить круг класс а круг в круг я это просто правда я обязательно вот у нас есть технический отдел который занимается разработкой вот прям например какие-то точки или еще что-то прямо есть стройки жд там большие автомагистрали магазины там 2 2 2 2 да на каждом телефоне я могу удаленно 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 потому что ну у него же телефон в руках удаленно сейчас я вот сейчас он дает удаленно потому что я вас услышал ну контроль батареи это понятно ну и вот как раз вы верите в социальных сетях и отдельно такое приложение но то которое ну то есть контролирует на самом деле сколько у ребенка друзей кто добавляется кто вот мне очень хочется чтобы не у вас было вероятно вся эта вопрос мне очень проще сразу на него ответить вы можете вы не читаете переписку ребенка это это в том случае если речь заходит о том когда добавляется помните предыдущую статистику какой-то незнакомый взрослый человек ну согласитесь когда ребенку там в третьем классе добавляется кто-то там возраста там 30 плюс это не очень как бы в принципе о чем они могут говорить ну если только это не применять ну не преподаватели естественно смотрите тогда там можно посмотреть по количеству общих друзей то есть это все равно можно когда-то совсем ничего и ползай вакуум или какой-то человек стучился не знаю так ну понятно там всякие звонки смски и прочее это тоже на самом деле важно просто цепиться это комплексный услуг то есть она как программа она закрывает большой спектр задач и большой спектр решений то есть не все можно сделать простыми ну то есть базовыми средствами телефона хотя большую часть конечно да но не всю опять же вот поэтому у меня все теперь вот те глобальные вопросы которые у вас находились я могу ответить давайте вопрос подписки это идет по подписке это услуга идет да получается годовая подписка и определяется количество устройств в период количество устройств да да как как администрировать по факту у вас есть ну по факту можно делать это удален у вас есть доступ к аккаунту которым есть устройство которым можно настраивать то есть это как облачная история в которой вы видите количество подпеченных устройств и на каждом устройстве можно вот это классный вопрос на самом деле может каких если есть сейчас я отвечу смотрите есть несколько есть несколько нюансов Во-первых, случай, когда у него есть пароль от аккаунта. То есть помните про настройки мы говорим. Маленького ребенка может это не быть, то есть мы рассматриваем другой случай, когда у него есть пароль, и у вас есть и он его удаляет. На самом деле намного проще во всех этих историях говорить с ребенком, то есть говорить о том, что не я за тобой слежу, а просто есть ситуации, в которых мне понадобится знать, где ты находишься. Ситуации серьезно бывают разные. У нас в этот понедельник, на этой неделе была встреча с совместный семинар с Лизой Олерт, вы знаете, что это? Это поиск детей Лизой Олерт. Волонтер. Волонтер, да, это волонтерское движение, которое занимается поиском пропавших детей, людей, не только детей. Они об этом рассказывают прям подробно, потому что ситуации совершенно разные. Детей похищают. Я сейчас еще раз не в этой аудитории, а про другое. Страшные истории, да? Да, я обещал, что страшных историй не будет, но банально нужно то, что я запомнил и то, что хотелось бы тоже вам донести, придумайте с ребенком кодовое слово, которое вы могли бы сказать, например, чтобы никому никто никогда не звонил, пап, я попал в беду, у меня на машине, а в аварию попал, вот сейчас там будет полковник. У меня был такой звонок, у меня даже детей еще на тот момент не было. Он со мной говорит уже взрослый, что-то мне стало интересно послушать только у нас. Ну давай, полковник. Сразу понял, что я сейчас начну смеяться над этим, повесили трубку и больше не звонили. Но они работают очень четко на психологию родителей. То есть, еще раз повторюсь, давайте назовем взрослые люди, поймут, что ситуация бывает разная. И говорить с ребенком все равно нужно. Говорить, договариваться о том, что я могу не смотреть смски и переписку, мне это вообще не нужно. Ну зачем? Потому что доверяете ребенку. Но в случае опасности он должен вам это показать. То есть, надо поговорить с ним в случае того, что если ребенку кто-то добавляется в друзья, незнакомый ему человек. То есть, надо выстраивать такие отношения, чтобы и дети, пожалуйста, услышали меня. В первую очередь, скажите родителям. Это вот первое, что вам нужно сделать. Дальше это может быть уже, ну, может, какое-то безобидное общение, может, вам рекламу какую-то, какого-то там, не знаю, косметики предлагают или там еще что-то. Вот как-то так. Еще вопросы? Да, вот уже вопрос. Да, вопрос. Смотрите, если, допустим, есть Android-устройство с расширенной доступом возможности, это сделать так, чтобы нельзя было удалить. Ну, корневые папки закинуть. Технически. Я думаю, что да. Конечно. Ну, как у ваших коллег у Церберус есть возможно? Есть. Да, да, да. Все, это может быть. Вопрос еще есть. Да. Да. Вопрос какой технического продактора. Можно ли включить, наверное, камеру? В этом? На этой платформе или вообще просто? Вообще, да. Ну, то есть, какая-то платформа она называет. Давайте так. Что-то случилось. Ребенок покинул там, ну, через безопасную территорию. Я знаю, что произошло что-то не так и не могу с ребенком связаться. То есть, включить камеру и просто увидеть, что происходит. И что вы там увидите. Давайте так. Я вот сейчас с технической точки зрения, я думаю, что нет и не могу просто ответить на этот вопрос точно. Ответ из зала. Вопрос изучался заранее. Есть другая программа, такая небольшая реклама Церберус, но она требует платформы опять же Android, расширенные настройки и ваших углубленных технических знаний, чтобы ее грамотно настроить. В принципе, это возможно, но опять же, там много нюансов, чтобы связь была, чтобы все остальное, остальное, остальное. Нет, естественно. Теоретически это можно, но это не очень простой процесс. А без вашего участия вообще, то есть и без какой-то специализированной программы, давайте так, если это совсем не какие-то игры про шпионов или какие-то такие истории, когда мы там не контролируем то, что там передает наш телефон, то… или вы сейчас поправьте фотографии, там, Марк Кринберг, где у него пластырем заклеены веб-камеры… Я именно про безопасность. А, про безопасность. Слушайте, давайте я контакт оставлю или вы оставьте свой, я прямо вот вам смогу ответить, я думаю, что в понедельник. Хорошо? Хорошо. То есть я просто вот именно по этому вопросу я просто сейчас не готов, я сейчас возьму паузу в один день и отвечу. Хорошо? Тогда не уходите, потом… Ещё вопросы? Ну, спасибо большое за ваше выступление. Да. Мне кажется, что мы могли бы продолжать еще дальше. Ваши работы. Вы еще ходите сейчас, да? Ну, я… Я думаю, что можно продолжить общение уже немножко вот за рамкой общего зала. А по времени можно? Следующее. Да, всё нормально, спасибо большое за ваше выступление, очень хороший интерес. Спасибо.